58 тысяч погибших, 347 тысяч раненых. И это только за минувший год. Страшная, трагическая статистика. И самое тревожное то, что она имеет тенденцию к росту. Нет, это не сообщение с фронтов или из района боевых действий. Это сообщение с наших автомобильных дорог. И эти цифры говорят о гибели и ранении наших советских людей. От слова следует подчеркнуть, что 80% аварий на дорогах виновны водители транспортных средств. Пренебрежение к действующим в сфере дорожного движения нормам и правилам. Пренебрежение к накопленным знаниям. И, наконец, неумение правильно ориентироваться в сложной дорожно-транспортной ситуации, в стрессовой ситуации. Как следствие, гибель и ранение людей. Из всех дорожно-транспортных происшествий, столкновений, опрокидываний, наездов, самыми страшными бывают лобовые столкновения на большой скорости. Столкновение автомобиля с неподвижным препятствием при скорости 60 км в час равносильно падению с высоты четвертого этажа. При лобовом столкновении, если водитель не пристегнут ремнем безопасности, с ним происходит вот что. Удары коленями о щиток и грудью о руль калечат. Удар головой в ветровое стекло убивает. Смертельно опасен и перелом шейного отдела позвоночника. Поехали, Олег. Если впереди перекресток, заранее высматривайте все указатели и заранее занимайте нужную полосу движения. Вот мы заняли место в крайнем левом ряду. Значит? Значит, обязаны свернуть налево. Именно обязаны. Обманывать ожидания других участников движения нельзя. Это путь к аварии. Здесь у нас преимущество. Проезжаем. Минутку. Посмотрите налево. Чуть не провороним. Будьте внимательны. На перекрестке нужно смотреть сначала налево, потом направо. При объезде стоящего транспорта надо быть особенно внимательным. Давайте вернемся назад. Часто ноги пешехода, мелькнувшие в просвете, заранее предупредят об опасности. Дети. Когда видите такой знак, бдительность надо не удвоить, а удесятерить. Поведение детей часто совершенно непредсказуемо. И что выкинет пьяный, тоже неизвестно. Да, подземные переходы не для них. За год под колеса трезвых водителей попадает и гибнет около полутора тысяч пьяных. Недооценка опасности одна из причин аварийности. Здесь, как на вокзальных плакатах, выиграешь минуту, потеряешь жизнь. Если бы только свою. Ведь обгонять никто не заставляет. В уличном движении важно не только не совершать ошибок самому, но и быть готовым к ошибкам других. Ну и тащится эта черная шестерка. Это перестраховщик или новичок. Вокруг такого всегда зона повышенной опасности. А вот другая крайность. Лихач. Он целыми днями за рулем освоился. Чтобы заработать больше, носится, как угорелый, пренебрегает правилами. Заметив пассажира, такси сманеврирует и резко тормозит, не подав сигналом. Основа дорожной этики, терпимость и предупредительность. У инвалида что-то стряслось. Надо помочь. Машина для такого водителя больше, чем машина. Она для него ноги. Это надо понимать. Типичная ситуация. Перестроение из двух рядов в один. А типичное поведение многих водителей в такой ситуации – стремление проскочить самому. Вместо сотрудничества и взаимной предупредительности, вместе сужение дороги, часто возникает соперничество. Чуть ли не толкотня. А правило простое. Перестроение по принципу застежки молний. То есть через одного. Вот примерно так. Вот тебе задачка на сообразительности. Что будешь делать, увидев такую картинку? Надо предупредить. А то мы без стекла останемся. Хорошо, если без стекла, а то и без головы. Мы или кто другой. Субтитры делал DimaTorzok Многие водители воспринимают проверку на содержание окиси углерода в выхлопных газах как досадную задержку в пути. И зря. Это не только забота о нашем здоровье, но и тест на правильность регулировки карбюратора. Избыток окиси углерода – признак неполного сгорания смеси, то есть перерасхода топлива. На извилистой дороге многие участки не просматриваются, поэтому... Поэтому, Василий Степанович, нужно ехать осторожно. На встречную полосу не заезжать. Это улица с односторонним движением. А это что? Это обособленная полоса для встречного движения общественного транспорта. Площадь. Пересечение многих транспортных артерий. Здесь полезно вспомнить правила, неукоснительное соблюдаемое в странах с развитыми автомобильными традициями. Береги правый борт. То есть пропускай транспорт справа. С помощью специальной киносъемки совершим путешествие по одной из самых загруженных городских магистралей. Спрессованное во много раз время позволяет увидеть все транспортные пробки, маневры и ошибки водителей. Все эти дороги, мосты, туннели и автомобили созданы с единственной целью. Побыстрее добраться из одного места в другое. Побыстрее добраться. Какое из этих слов важнее? Наверное, второе. Правильно. Цель не должна быть принесена в жертву средству. Это философия дороги. КОНЕЦ КОНЕЦ